Примирие Они не соблюдают еще перемирие Должно было быть уже давным-давно военное положение Может быть он боится просто каких-то ответных ходов от Москвы То есть вот это может быть единственное останавливание Потому что по сути, если так брать, наша армия совершенно в бедственном положении И мы вряд ли выстоим перед этой махиной Может быть поэтому он пытается это все-таки тянуть настолько, насколько это возможно Нет, не соблюдается и это логично, потому что если кто-то постоянно его нарушает с одной стороны Его невозможно не нарушать с другой Перемирие не соблюдаются со стороны ДНР и ЛНР А в свою очередь украинские военные, наверное, защищаются, то есть тоже ведут огонь Вы знаете, мне кажется, это просто борьба интересов То есть наш президент там тоже не самый лучший персонаж Ну каждый день мы слышим о потерях Каждый день кто-то гибнет, кто-то становится инвалидом Идут обстрелы, регулярно идет информационное сообщение Но дело в том, что введение военного положения Это достаточно сложная законодательная процедура Насколько я знаю, введение военного положения Автоматически лишает нас возможности получения финансовых кредитов от МВФ И помощи из других стран Ему нужно ведь что-то обещать Дело в том, что военное положение это, ну как вам сказать Это как действие пожарных, когда они ломают двери, выбивают окна Когда уже никто не считается с тем, что что-то будет разрушено и испорчено Потому что главное это, скажем, спасти жизнь Нет, не соблюдаю Хорошо, а вы можете подкрепить свой отец примерами? Могу В Донецкой области стреляют Сегодня ночью стреляли Я думаю, нет еще тех боевых действий, которые привели бы к тому, чтобы ввести военное положение Субтитры создавал DimaTorzok